Вы покушались на Чубайса. Я вообще не люблю прыжники. Можно ли заработать на книгах в России? Гармошка, водка, Путин. Что вы думаете о пытках? Да, были эти моменты. Почему в России нет договорного права? Господи, спасибо, что так. Пожалуйста, судите. Сколько вы берете как адвокат? Работа должна доставлять азарт. Как распознать столько час в тюрьме? Ждать гораздо тяжелее, чем сидеть. Время вообще какое-то волчье. И не забывать, что в тюрьме и у стен есть уши. Это вообще, это отдельно тема. Всем привет. Сегодня в гостях адвокат Иван Миронов, который покушался на Чубайс. Иван, вы покушались на Чубайс? Ну, начинается. Смотрите, меня в свое время в этом обвиняли. Обвиняли очень долго, на протяжении пяти лет. Но все обвинение, оно рухнуло в суде присяжных. Меня признали невиновным. И, соответственно, это было уже решение, засиленное Верховным судом. Поэтому, конечно, это наветы. Но и вместе с тем, это, конечно, колоссальный опыт, который пришлось на своей шкуре испытать. Начиная от полтора года федерального розыска, заканчивая десяти месяцами суда с участием присяжных. Ну и, конечно, два года следственного изолятора. Но вы сидели за это в тюрьме? По обвинению, скажем, в следственном изоляторе. На Кремлевском централе, да, два года, собственно, я там провел. Почему его называют Кремлевским централом? Ну, Кремлевский централ, потому что это, наверное, самая замороженная тюрьма в России, где такое же, что называется, штучные товары. Это фигуранты самых громких дел. Это чиновники, это сотрудники высокопоставленных правоохранительных органов. Это такие легендарные киллеры. Вот, скажем, мне довелось посидеть и с Лешей Солдатом, и с Владимиром Сергеевичем Кумариным. А до этого вот как раз вот буквально на днях расстреляли Бадри Шенгеля. Это была такая штатная говорящая голова Следственного комитета, которую, ну, наверное, оговорил пол Санкт-Петербурга, ну, и которая в итоге вот награды нашла героя. Свою нашел. Свою нашел, хотя очень странный человек, который ездил с ФСБшным сопровождением, с личной охраной, и вот он оказался один не на броне, на трассе, и вот так достаточно спокойно, но профессионально исполнит. Кто еще тот найдет? Я читал вашу книгу о событиях, о которых вы рассказываете. Кстати, отличная книга, рекомендую, замурованная. И в ней вы перечисляете ряд героев, с которыми вам довелось посидеть. Кто из всех, а там были достаточно известные личности, как целитель Гробовой, Кумарин, лидер Тамбовской ОПГ, банкиры, кто из них вам больше всего запомнился, кто ближе, с кем у вас были конфликты, кому у вас была симпатия, от кого вы чему-то научились? Конфликты были, были и так называемые пресс-хаты, были и такое жесткое столкновение с теми, кто активно сотрудничал с спецчастью, так называемые быки, которые образуют костяк, пресс-хат. А что за спецчасть? Ну, спецчасть – это опера, которые проводят определенные разработки. А, так это оперчасть. То, что спецчасть занимается документами. Оперчасть. Спецчасть – это письма, цензура и прочее. А цензура там жесткая. Оперчасть. То есть это интриги, сталкивания лбами, получение информации, прессы и все остальные истории. Да, были эти моменты. Из тех, кто наиболее приятен, близок, ну, это, наверное, Вадим Сергеевич Кумаринский, мы 8 месяцев просидели. Это Леша Солдат, самый легендарный киллер, который сейчас… Скоро выйдет, кстати. Он уже на зоне стал писателем, но дай бог, чтобы он скоро вышел. Много было интересных ребят, и самое вообще парадоксальное, что ты сходишься с людьми, независимо от того, в чем его обвиняют. Ну, конечно, если речь не идет о каких-то… Но вы, товарищи, поневоле, вас посадили в одну камеру, и вы в любом случае вынуждены находить общий язык, кто бы он ни был. И речь идет о внутреннем комфорте. Когда даже если человек не нравится, но общий язык надо находить, какие-то точки соприкосновения находить надо, потому что вы сидите, ты видишь его больше по времени, чем ты видишь и на самых близких детей. Люди детей столько не видят, своей жизни сколько ты видишь сокамерных, потому что 24 часа в сутки практически, когда люди находятся, например, в пределах малогабаритной кухни по 4-5 человек. Потому что, скажем, на Кремлевском централе это маломерные камеры, и вот на этом пятаке приходит существовать. То есть в других тюрьмах на территории бывшего СССР происходит так, что в камеру 15 метров посадили 20 человек, то есть меньше, вот я лично сталкивался, то есть посадили меньше 1 квадратного метра площади на человека, при этом все, абсолютно все обитатели камеры курят, и здесь же в этой камере едят, и в этой же камере не огороженный туалет. То есть все это происходит, все это варится в одном котле. То есть как именно с этой бытовухой обстоит в Кремлевском централе? Это есть и в России, это есть и на московских тюрьмах перенаселенных камерах. Ну а здесь конкретно? Здесь нет, потому что в противном... Потому что если были бы многоместные камеры, многоместное размещение, то оперативная работа, тонкая, изящная, психологическая разработка, она была бы невозможна. Потому что я еще раз говорю, что там работают толковые психологи на Кремлевском централе, используют психотропные препараты, которые я попадал, когда ты выпиваешь. Их дают насильно? Нет, не насильно. Опять-таки в каждой камере есть определенный агент, цель которого получение информации от определенного сидельца, и, соответственно, он может добавить что-то в чай. Мне добавили в чай. Но централизованно там... Нет, 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 нет. Это вместе попили чай, камера была там, там не было ничего ни приемника, ни телевизора, там было два каких-то мутных персонажа. Один потом выяснил все-таки, он как раз был... Стукачом. Агент, да. И он сделал чай, добавил, ты выпил. И потом началась своей душой дискотека. То есть ты где-то сутки не мог прийти в себя, у тебя была такая эйфория, ты любил всех, кто тебя окружал, ты готов был говорить обо всем. Вот все, что тебе скажешь, слово книга. Ты можешь там 20 минут, полчаса, пока тебя не остановят, не переключат на другую тему, говорить о книгах, о дереве, об обоях, о чем угодно. Ну да, это что там есть, это минусы, дерзающие. Да, совершенно верно. И когда там спустят часов, наверное, 16, я не мог заснуть, и я сел на шконку, я почувствовал, как у меня нерв, губной нерв бьет, а зубы, все, я понял, что я под наркоторию. Сводят зубы. Да, это делается, как правило, перед выходными, чтобы адвокаты в выходные прийти не могут, они не могут увидеть твое состояние, и они не могут поднять шум, чтобы тебя вывезли там на кровь, на мочу и все остальное. Хорошо. Как распознать стукача в тюрьме? Вы говорите об агентах этих, которых подсаживают оперативники. Самое главное в тюрьме не доверять никому. Вот так проще жить. Не верь, не бойся, не проси. Не верь, не бойся, не проси. И да, людей, при этом отношение к людям не должно меняться, это не должна быть агрессия, но все-таки ты должен понимать, что любое твое слово, любая откровенность, сказанное даже не агенту, оно может быть агентом подслушанное. И, скажем, все сейчас подобного рода Централа, как Лефортова, как Кремлевский Централ, они оборудоваются очень качественной, с новейшей звуковой аппаратурой. Скажем, в то время, когда я сидел, а это был 2006 по 2008 год, уже тогда даже дворики были оборудованы звукозаписью, которая отделяла радиозвук, потому что там, чтобы не перекликивались между двориками, там орала музыка, и было тяжело разговаривать между собой, но, тем не менее, стояли микрофоны, которые снимали весь звук. И по-другому невозможно, потому что ты понимаешь, что каждый сиделец, практически каждый, это за ним натянется определенный шлейф, оперативные задачи, разработки, огромные уголовные дела, за которым там идет передел собственности, собирает информацию на большие погоны, на жирных чиновников, и по-другому, естественно, там невозможно существовать, это не будет работать. Это что касается оперативной разработки, вы упомянули пресс-хаты, используется ли физическое насилие? Физическое насилие, оно не работает, потому что работает страх перед физическим насилием. Человеку, которому... То есть слухи о пресс-хатах, это специально подогревается? Человеку, которому разбили голову, он уже все, что можно, пережил. Ему уже не страшно, что ему разобьют еще раз. А вот когда человек находится под гнетом возможного конфликта, и то, что да, в любой момент с ним что-то произойдет, ему там преснут кипяток в лицо, порежут, или сломают ему ноги, вот это более действенный момент. Как достигается атмосфера этого страха? Человека надо держать под определенным напряжением, как электричество, чтобы он плохо ел, не спал, он все время ждал удара в спину. Как достигается? Когда сажаются быками, и они начинают придираться к словам, да ну все же как бы по понятиям. Шаг влево, шаг вправо, да. Шаг влево, шаг вправо. Это не так сделано. Да, шаг влево, шаг вправо. Рассказывать, знаете, у нас была такая интересная история, вот приведу, вот как это работает, скажем, вот пресс-хата классическая, да, сидели... Сколько человек? Она была, она была достаточно многоместной, по-моему, сидели 7 человек. И 4 человека, это те, это так называются бычье. Один был Кельгасепский, который... Спортсмены? Спортсмены, да. Ну, который людей зажмуривал за небольшую МСДУ. Был такой Грибков Володя, это один из охранников Пылева, это именно с Грибка, чисто от Мороза, с которого началось дело Ореховских. И, ну, еще там пару каратистов. Они работали в связке. И помимо меня, я как человек, который был на 51-й статье, который не давал показаний на протяжении всего следствия, и отказывал от любого вида сотрудничества, потому что как только ты начинаешь работать с оперчасти, у тебя тоже приходят и говорят, вот, ты с нами сотрудничаешь, все, давай-ка показания. Или мы сейчас бумажку уроним, а сотрудничаю, да, и с тебя будет уже другой спрос, уже со стороны там... То есть блатного мира, да, берут на крючок таким образом. Чистая классика. Поэтому я был в полном отрицал на протяжении всех двух лет. И, скажем, как это работает? Вот, например, сидел с нами банкир Боря Шафрай. Это один из фигурантов дела по убийству первого зампреда ЦБ. Козлова. Боря, 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 Боря Шафрай, вот где-то ему там за 50 лет, уже такой тяжелый, вот он сидит, а его тоже подпрессовывали. И вот как это выглядит, там, вот скажем, дубок, да, ну, что такое, дубок, это стол, вот, за которым сидят. Ну, например, вот такой, там где-то стоит холодильник в углу. Нормально в этом жили еще. Холодильник. Это одна из самых лучших хат была, но, тем не менее, атмосфера была дикой. И вот он сидит такой грустный, себе накладывает, наложил поесть, и говорит, вот, дескать, какая беда, я сижу уже на протяжении полтора года сижу, никак не могу одуплиться. С ним рядом стоит этот бык. Один говорит, слышь, говорю, что такое одуплиться, ты знаешь? Он говорит, нет, не знаю. Ну, это же это, вот, ты же вообще-то мы в тюрьме сидим-то и вообще не соображаешь, где мы сидим-то, за базар. И вот начинает его вот так раскатывать. Тут что-то, а правило... Чистословесная игра. Да, а правило тюрьмы, как бы, двое базарь и третий не лезь. Он не вмешивается в ситуацию. Ну, я сижу на это все, смотрю, тоже за столом. Подходит второй бычар, а бычарный там в холодильнике что-то набирал, и он слышал только обрывки фраз. И вот он садится, они вдоль, они говорят, друзья, ну, садится ставит миску, начинает ездить, говорит, а я вот, когда заехал на тюрьму, я только спустя три года дуплился. Ну, уже здесь я вмешиваюсь. Я говорю, слышь, говорю, Леша, а ты что хату не курсанул, что ты пидорас? У него вот такие жилваки, он говорит, что ты сказал? Ну, а только что его подельник сказал. Это свой кореш кислый сейчас сказал, что дуплица, соответственно, они друг на друга смотрят, то есть у них вот эта вся система порушена. Но они не согласовали заранее. Я говорю, да, я говорю, слышь, говорю, вот возьми вот все, что ты наложил, иди на дальняк же, и сюда больше не подходи, и сказать он ничего не может. Но потом, когда мне ситуация надоела, там через два дня, спровоцировал конфликт, и меня оттуда убрали. И уже потом как-то более-менее… То есть там ситуация такая, опера находит ключики, которые можно использовать против тебя, больные места. Что это? Это или там семья, то есть когда он не понимает, что, скажем, у тебя там есть девушка или есть жена, и ты очень трепетно дорожишь, хранишь эти отношения, для тебя это очень важно, ты без письма не можешь спать. Тогда прекращают поступать письма, тогда морозят свидания. Но я сейчас говорю вот именно о двух централах. Это Лефортово и Кремлевский централ. Ну, я думаю, можно это расширить на любую тюрьму любой страны мира. Это можно расширить, но, конечно, следить за тем, что ты говоришь и как ты себя ведешь. И кому. Ну, не то, что кому. Все-таки нельзя держаться каких-то особых правил в отношении кого бы то ни было. Надо все-таки быть одинаковым для всех. И не забывать, что в тюрьме и у стен есть уши. Ну, это само собой. Там вообще все, что ты скажешь, это может быть использовано против тебя спустя год и спустя два и спустя три. Хорошо, спасибо. А о ваших тюремных приключениях написана книга? Книга писалась именно в тюрьме. Вот это тоже удивительно, когда она это... Я не знаю... Насколько помогло вам написание книги в тюрьме? Это было какое-то отвлечение? Это было душно отвлечение. Потому что, когда ты описываешь, это перестает уже представляет тебе некую угрозу и некий ужас. Потому что читаешь, думаешь, как классно, как увлекательно. И как дико еще. Да, жестко. Для кого-то дико. Да, жестко. Да, дико. Но это получается такая ударная, мощная проза. и когда ты свои переживания трансформируешь вот эту всю энергетику, переводишь на бумагу, она также начинает фонить теми переживаниями, теми чувствами, которые ты испытываешь. Это потрясающе. Если ты пишешь, перепишешь, вот у меня как, если все ровно, все хорошо, ты сидишь где-нибудь на море, у тебя вот эта гладь и не пишется. Тебя должно искрить. Если бы я вышел и написал по воспоминаниям, это можно было выкинуть в мустрерное ведро, да никому не было интересно, потому что это мне не было бы интересно. А вот этот опыт, вот это переживание, воплощенное именно в... Это все писалось от руки, потому что я все свои книги я не могу после тюрьмы писать, набивать вживую. Все пишется от руки. И сейчас, да? И сейчас, да. Мне тоже больше нравится от руки. И плюс я пишу карандашом. А я пишу только пером, это потому что это какая-то мысль, потому что она по-другому играет, где-то другой нажим, где-то другая широта почерка, все по-другому. И вот как раз все пережито вкладывалось сюда, потому что, конечно, что не персонаж, что легенда, а своя история. И здесь показана именно изнанка человека и самой системы, которая окружена решеткой. Кто из героев этой книги вышел на свободу оправданным? Сколько из них получили свободу? Раз, два, ну, наверное, человека, вот именно в чистую были оправданы, наверное, человек 4. Очень мало. Ну, это мало. Хотя порядка 10%. И в принципе, но для моих героев это не так мало. Вот если брать от общего, потому что у нас в стране оправдывает 0,2%, то есть это такая, даже пустушка, утряска, это больше. То есть это вот, это реально погрешность, 0,2%. то 4 человека это уже не мало. Ну, кого-то нет. Вот, скажем, вот герой там Бадри Шенгеля, который вы стреляли, да, он в книге отстреляли, было у новостей. Он в книге описывал, причем он думал, что он переживет всех, и он всех победил, всех сдал, а со всеми договорился, и все у него будет хорошо. Там не договорился. Пережил в итоге всех, кого он сдал, всех, кого он говорил, начиная от Кумарина, они пережили и здравствуют, пусть даже в тюрьме, но лучше так, чем кормить червей на кладбище. Помогает ли вам тюремный опыт в вашей сегодняшней работе? Вы работаете адвокатом. Что из этого советуете вы своим подзащитным? И тюремный опыт помогает, потому что ты начинаешь, как человек прошайший все это, ты начинаешь понимать психологию сидельца, потому что хороший адвокат, он должен быть психологом, потому что он должен чувствовать, где человек немножко эмоционально просел, где у него появляются суицидальные мысли, суицидальные мысли рано или поздно, там после полугода появляются у всех. У кого-то это в виде бреда, а кто-то это пытается конкретно воплотить. Вот здесь человека надо именно поддержать, подтянуть, внушить ему, что все временно, внушить ему, что это путь, который выведет его на новую, другую, качественно новую жизнь, на качественно новый виток. И для многих тюрьма это старт, потому что там они обретают силы, обретают волю, им уже ничего не страшно после тюрьмы, они начинают лучше разбираться в людях, и вот как раз его надо вывести из этого штопора, депрессии, и именно внушить ему, что только воля и только его работа умственная, умственная, душевная, она способна как раз и привести к победе, к победе, потому что победа... Ну, дать волю к жизни в первую очередь. Да, потому что воля, все, все одолеет воля. Работа, профессионализм, адвоката, это второстепенная история. Прежде всего, локомотивом вот той победы должен именно стать сам обвиняемый. и вот когда только ему это внушаешь, соответственно, уже он по-другому начинает смотреть на дело, он по-другому начинает бороться именно на свою судьбу. Какие главные советы вы даете своим подзащитным? То есть, с волей, с морально-психологическим состоянием понятно? То есть, поддержать, сказать, что дома все нормально, держись, верим в победу, идем, работаем дальше, все понятно. Понимаете, здесь... именно с точки зрения профессионала, то есть, адвокатские советы? Мы занимаемся в основном делами, связанные с присяжными, и я, как человек, который, ну, наверное, один из немногих в стране, который действительно победил в суде присяжных и победил сам. У меня такой вопрос по присяжным, да, любое ли дело можно отправить на суд присяжных? у нас расширили список, вот в настоящий момент все убийства идут в суд присяжных, все. И по найму, и по найму, Даже если ты признаешь свою вину? Нет, а смысл, если ты признаешь вину, смысл идти в суд присяжных? Суд присяжных это ва-банк, это реальный шанс, потому что одно дело так, ты понимаешь, что тебя 100% осудят, потому что у нас все предвзятые профессиональные судьи, или у тебя так есть шанс, ну, примерно где-то в пределах 16-18% что ты будешь оправданным, это неплохая статистика. Кстати, вы смотрели фильм 12, Михалкова? Я начинал смотреть, я начинал смотреть, не пошло, потому что все-таки это такая лирика, которая не имеет никакого отношения к жизни, потому что все немножко происходит по-другому. Здесь надо иметь вот эту внутреннюю чуйку, интуицию, которая нарабатывается опытом, чтобы распознать любить, чтобы увидеть людей. Есть такие, например, тонкости, когда учителя истории, не истории, учея, сам учитель истории, учителя, школьного учителя нельзя брать в присяжное, надо его отводить, потому что школьный учитель человек, который зависит от администрации школы, это человек уже морально достаточно подавленный. Более того, люди, которые там участвуют во всех этих школах, школа, это где происходит на самом деле фальсификация выборов в нашей стране. И здесь, когда люди участвуют во всех этих каруселях, ожидать от них какой-то объективного мнения в отношении судьбы и ожидать то, что ему не ударят по шапке и не скажут давай, мы знаем. А так происходит, когда начальство дергает на ковер и говорит, слушайте, ты там в суде присяжный, потому что на него выходят и говорят, давай-ка, решение должно быть такое. Все, есть, взял и пошел. То же самое оказалось с их коллеги по высшей школе. Если это преподаватель института, то это уже более независимая каста. Это люди, которым иногда очень сложнее навязать чужое мнение и которые чужое мнение, когда им говорят, заставляют что-то сделать, они воспринимают как агрессию против своей свободной воли и принимают решение в пику навязанного мнения начальства. Это очень часто бывает. Хорошо, учителя, да? Вот такая деталь. Кого еще нельзя приглашать, выбирать в совет присаживания? Я бы не рекомендовал молодежь. Почему? Вот здесь давайте исходить из задач. Разные бывают задачи. Вот скажем, кто вам нужен? Внушаемый человек или наоборот? Внушаемый человек это зритель первого канала, со всеми вытекающими. Вы имеете ввиду, который будет слушать прокурора и внимать его речам, да? Ну, в том числе. То есть, если вы хотите манипулировать сознанием человека тупо, понимая, что у вас не хватает доказательной базы и вам нужно это заместить некими эмоциями и вывести вот уже не на объективное решение, а на субъективное связанное с тем, что человеку просто вдруг начинает подсудимый не нравится, раздражать, ему не нравится, это тоже выводится, чем он занимался, включается такой фактор зависти. Это тоже все поднимается на счет прокуратуры. То есть, если вам нужно манипулировать составом, значит, вам нужен там средний статистический зритель первого канала. Хорошо, идеальный присяжный. Но вы же не знаете до начала заседания там род деятельности присяжного? Род деятельности к чему? Знаете? Знаете? Род деятельности. Опять-таки, ну, отличить все-таки человека умного, вникающего, интеллигентного от условного быдла. Ну, сколько у вас времени на это? Как вы отличите? Вы же не можете с присяжным сестью, как со мной, там, пообщаться сейчас, скачать. все равно вы можете задавать вопросы. Вы можете ему задавать вопросы? Вы видите определенную реакцию, вы видите глаза, то есть, вы видите моторику. Все равно вы психологически его портрет уже подсознательно рисуете. И, соответственно, исключаете, да? Потому что из процесса... Сколько человек вы можете исключить? Вы можете, нет, там, очень, очень, очень хитрая история. Вы можете немотивировано, немотивировано. Отозвать до моих. А всего сколько? А не, всего вам сейчас нужно будет по новому закону набрать там 8, и 8 это в областных судах, и 6 присяжных по районам, ну, плюс запасные. Но, и есть еще мотивированные отводы, то есть есть мотивированные отводы, которые вы можете заявить, обосновав свою позицию тем-то, 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 почему это можно. А кто удовлетворяет ваш отвод, допустим? Судья, судья, да? Но есть один такой момент, вот нельзя заявлять мотивированные отводы, потому что вы публично перед присяжными демонстрируете свое отношение, свое недоверие к нему, и когда судья не удовлетворяет ваше ходатайство об отводе, соответственно, вы получаете уже человека, которому вы повернулись спиной и сказали, что он не сможет решить объективно мою судьбу. И вот это вы можете получить в этом человеке врага. Почему именно адвокатура? Это вот ваша цель, давняя мечта какая-то детская, или это после того, как вы столкнулись с неправедливостью судебной системы, прошли все, испытали на собственной шкуре? Вот для меня загадка большая, что такое мечта? Что такое мечта? Мечта – это ты, когда сам моделируешь свое будущее, исходя из своих желаний? Или мечта – это предвидение того, что с тобой произойдет? Потому что мы мечтаем совершенно конкретно по вещам. Может быть, просто цель? Можно сравнить мечту с целью? Ну, это примерно одинаково. Все-таки мечта – это то, что вот сидит в тебе, и то, что это вот твоя путевая звезда, которая ведет. Ну, как и цель. И да, вот у меня была мечта стать адвокатом еще в школе. Так получилось, что я вместо адвокатуры пошел на исторический факультет педауниверситета, получил историческое образование, защитил кандидатскую диссертацию, написал несколько книг по этой, по... То есть, продажа Аляски тюрьмы, да? Да, и потом еще одна работа уже была, завершал там новое издание, уже там после тюрьмы вот я готовил. И вот она, кстати, Аляска преданная и проданная, история дворцового заговора, да? Но это, наверное, история сейчас как хобби, хотя это профессиональное хобби, потому что я кандидат еще исторических наук. И уже после того, как я, да, потом занимался политтехнологиями, был помощником Глазима Сергея Юрьевича, ну, это как бы там начало 2000-х, потом, когда вот это все завертелось, карусель вокруг нас на 5 лет, как университет полноценный, под подобный опыт, он стоит, наверное, десятка юридических факультетов, потому что ты, когда каждую деталь, каждый шаг все это переживаешь на собственном опыте, то использовать такое образование, такие институты, тюремные институты, судебные институты, ну, наверное, был большой грех, потому что надо заниматься только тем, ну, помните, как кто-то сказал, да, занимайся любимым делом, и ты ни дня не будешь работать. То же самое. Работа должна доставлять азарт, эйфорию, радость, и ты должен ее, ты ее не должен отрабатывать, ты не должен, все, звонок позвенел, все, я пошел отдыхать. У меня нет такого, что вот есть работа, есть отдых. Вот нет, потому что, скажем, если у меня удается даже выехать в отпуск, куда-то на выходные, то все равно это работа, потому что дальше ты пишешь книги, ты готовишь статьи, ты изучаешь материалы дела, это все доставляет удовольствие, ты этим живешь, это образ жизни определенный. Поэтому, соответственно, вот когда ты вот этот багаж на протяжении многих лет там готовишь, и в итоге, да, я получил высшее юридическое образование, сдал экзамен адвоката, и вот уже несколько лет нам удалось сформировать очень мощную команду, как и адвокатов-криминалистов, так и арбитражников. И вот сейчас мы таким командой, которые в виде коллеги адвокатов Миронов-Кудрявцев-партнеры работаем. Можно ли заработать на книгах в России, или адвокатура приносит гораздо больше? Адвокатура приносит гораздо больше. На книгах заработать можно, но это будет уже немножко не та литература, которую делаем мы. Потому что каждая книга моя – это примерно два и больше лет жизни. Потому что каждая книга, она пропускается через душу, через жизнь, через опыт, и она пишет очень долго. Если ты пишешь именно чисто коммерческое чтиво, ты можешь, я могу писать, ничем не занимаясь, по 3-4 месяца выдавать книгу. Ну, или негров нанять литературно. Или кого-то нанимать. Но это будет шлак, это будет литературный шлак. Ты там будешь тупо… Это определенного рода мошенничество. Как Чехов сказал, да, «Можешь не писать, не пиши». Совершенно верно. А ты слышал, «Если можешь не писать, не пиши»? Вам что, не понравилось? Нравятся девочки. А литература – это искусство. Ну, у меня свой круг читателей, которые достаточно широкие. Потому что книги у меня, они и по юридической специальности, и именно о жизни, и этой истории. Но, к сожалению, с одной стороны, очень тяготился, что книги пишутся медленно, поскольку не хватает для этого времени. И для тебя это некое как хобби, отдых, вместо охоты, рыбалки, клубов. То уже потом ты понимаешь, что, наверное, без этой работы, вот без этих эмоций, без этого драйва, без этих историй, которые ты получаешь именно в адвокатуре, книги бы уже не пошли. Вот мою книгу прошло 40 тысяч человек, но официально при этом продано 3000 экземпляров. Вот как вы относитесь к пиратству? Как к пиратству? Скачивайте книги из интернета или песни бесплатные, стороны фильмов? Ну, смотрите, мои книги все, они есть в интернете. Ну, есть в официальных магазинах, литресс и прочее. Да, там тоже есть. Но самые большие пираты, это не те, которые выкладывают сеть для всеобщего доступа. Это те, которые на нее наживаются и продают. Я, скажем, когда у меня, я обнаружил, что несколько интернет-магазинов моей книгой торгуют, то, соответственно, я ее сам выложил в сеть. Ну, наверное, у них были договоренности с издательством? Всех, у кого-то были, у кого-то нет. Вот всю цепочку отслеживать. Если я начну, если я сам начну этим заниматься, там, претензиями, всеми делами, я не смогу заниматься более интересной, профильной работой. Важны. Поэтому, пираты, ну, если это бесплатное пиратство, если они бесплатно там предоставляют фильмы, книги, музыку, ради бога, пусть я, пусть это. А вообще вас волновало это до того, как вы написали свои книги? Вопросы пиратства. Вопрос пиратства, когда ты пишешь первую книгу, да, тебе это волнует. Меня это стало волноваться только после того, как я привлекал свою. Первую книгу, вот ты, вот ты, когда все, у тебя руку пись готова, верстка готова. А ты думаешь, главное, чтобы ее не украли, чтобы не начали продавать, чтобы тебя не кинуло издательство. И вот еще пытаешься там, все это под соглашение это это. Когда это все выходит, первая книга пошла, думаешь, да, смысл? Пусть все, она вышла по твоим именем, самое главное. Чем больше ее прочтут, тем ее бесплатно прочтут. Вообще замечательно, потому что их, я знаю, я видел там замурованные, они там фолианты, которые распечатывались где-то в интернете, перематывались там скотчем, подклеивали, все это идет. Более того, я даже там, я говорю, ребят, присылайте мне, ну, мне приятно, когда, да, приходит, например, зачитанный до дыр, вот, переклеенный, переверпи, перемотанное издание, я вам говорю, присылайте мне такие вещи, я вам там по несколько книг, по несколько книг, да, по несколько книг буду вам новых отдавать. Хорошо, вы баллотировались в губернаторах Хакасии, почему именно Хакасия, 4000 километров от Москвы, вы болеете душой за Хакасию, вы были там вообще? То есть, почему именно Хакасия? Я вообще не люблю порожняки, вот, я не люблю молочь, молотить воду в ступе, я не люблю говорить, чтобы говорить, я не люблю там изображать деятельность, чтобы показать, что что-то делается, да, все, что, скажем, я делаю, я делаю на результат, если я берусь, например, за уголовное дело, да, я понимаю, что мы вот пойдем так-то, 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 здесь будет выход, здесь будет такой результат, да, если не получается, мы переходим на эту стадию, но в итоге мы получаем то, что нам нужно, то есть, примерно в каждом деле я понимаю, какой будет исход. То же самое и в политике, если чем ты занимаешься, ты должен понимать, ради чего. Хакасия была выбрана как из, как регион, где позиции действующего главы достаточно слабые, можно было действительно бы выиграть. Но, и как оказалось, совершенно справедливо, потому что даже технический кандидат, потому что там был жесткий, мы не, я не прошел фильтр. Фильтр ведь зачем? Фильтр, муниципальный фильтр, когда тебе должны муниципальные депутаты, уже избранные, дать разрешение на выдвижение. И мы не прошли, потому что людей запугали, конкретно запугали, потому что я приезжал в Хакасию. Кто, силовики местные? И силовики, и администрация. Ну, мне, когда я с людьми разговариваю, люди глаза отпускали. А до этого они обещали, да, что поддерживали? И в итоге действующий глава поставил этих чебурашек, которые были статистами, которые должны были просто легализовать эти выборы, чтобы кто-то был из конкурентов. Всех сильных обрубили на старте, как меня, и в итоге он проиграл этим чебурашкам. То есть, конечно, выбор был достаточно точен. Попал в яму. Да, если мы прошли муниципальный фильтр, конечно, я думаю, мы эти выборы бы выиграли. Ну, хорошо, сколько, по вашим прикидкам, было шансов у вас выиграть эти выборы? Если я прошу муниципальный выбор? Нет, как вы думали в начале? Вот вы решили там баллотироваться в губернаторе. Вот вы же прикидывали свои шансы. Ну, не только я прикидывал, потому что все равно мы должны понимать, что вот так приехать с Москвы, сказать, здравствуйте, я хочу у вас баллотировать, это невозможно. Все равно идет за тобой и определенная группа, определенная команда, которая все это просчитывает, понимает, поддерживает, договариваться с мундепами, потому что я сам в Хакасии был два раза. И после первого раза, когда пошла вот эта вся волна, как бы жесткая, мы поняли, что будет дикое сопротивление. В итоге всех муниципальных запугали, к выборам не допустили. То есть нас сбили на старте. Поэтому здесь именно Хакасия, потому что мы знали, куда бить. Сколько процентов вот выбрали, что у меня есть шансы, да, там 50 процентов, или 70? 80, 80, 80. 80-70 процентов, да. И все же это не помогло. 80-70 процентов при прохождении муниципального фильтра мы должны были делать. А берется ли вы за уголовное дело защищать подзащитного, зная, что, например, шансы на то, что мы выиграем это дело, либо получим удовлетворяющий подзащитный результат, там процентов 20-30? То есть берется ли вы только за заведомо там проходные дела, либо возьмете за откровенно провальное дело? И что повлияет на ваш выбор в этом случае? Мы в основном занимаемся вопросами, связанными с экономикой и с судами присяжных. Соответственно, если я понимаю, что к нам обращаясь, например, по суду присяжных, ну, люди разные, да, вообще чистый какой-нибудь урод, которого присяжные не восприняют ни в каком виде, то мы просто говорим, что мы здесь не беремся на суд присяжных, мы вам рекомендуем просто пойти вот таким путем, профессиональный суд признать вину, если на то есть основания. Потому что... Тем самым смягчить свою участь. Тем самым смягчить участь. То есть мы говорим это сразу, если нет шансов. Все экономические дела, это многоэтапные, это достаточно сложные, разноправленные дела, где есть арбитражные составляющие, где есть всякие гражданские процессы, которые мы тоже берем, и которые крепят и помогают поднимать шансы на победу. Как правило, следствие работает по ним от врата, то есть всегда есть логический процессуальный брак, который мы цепляем. Мы понимаем, где надо сделать, какие экспертизы, как вложить все это дело, как отмести доказательную базу, которую слепило следствие. Но у них есть, у следователей есть покровительство в виде закрытия глаз на все нарушения УПК, что не допустят. У них судья, несмотря на обвинительный уклон, она тоже заинтересована. У всех есть недоброжелатели в судах, которые стоят выше. Они понимают, что им нужно, им нужно каким-то приходить к соломоновым решениям. Да, пусть это будет обвинительный приговор, но он должен быть все-таки более-менее соответствовать букве закона, процессуальным требованиям, чтобы там было минимальное количество заложено нарушений, чтобы не было каких-то оснований его изменить уже в апелляционной инстанции. Поэтому они здесь идут на определенные компромиссы, если работа большая проведена. Не надо ничего решать. Мы, например, никогда не беремся за решение дел. Мы получаем тот результат в итоге в процессах, которые люди не получают, неся огромные взятки, конверты, чемоданы. И в итоге вот чисто профессиональной работы можно добиться очень хороших результатов. И человек может выйти или из зала сюда, там, за отсиженным, или получить условно. Мы не говорим, ребята, не питайте иллюзии, что вас оправдают, потому что вас не оправдывают. Но, скажем, на стадии, скажем, следствия, там, задосить это дело, отправляя каждый раз на дослед, замотать или развалить дело уже не доходя в суд. Да, это тоже можно. Это хорошая вероятность. Если же дело идет в суд, мы здесь должны просто уже искать определенные, вот, разрушать, сносить доказательную базу, которая есть, показывая, что она сфальсифицирована, она незаконна, все на протестационной норме были нарушены. И тогда уже дальше выходить на приговор, который бы нас устроил. Почему в России нет договорного права? Вот, как, например, в Израиле, да, то есть подсудимый адвокат, прокурор и судья сели, договорились, что ты там получаешь два года тюрьмы, штраф пять тысяч шекелей, к примеру. Либо там десять тысяч шекелей штраф, и год тюрьмы. То, что есть в Штатах. Чтобы всех устроило компромисс. То, что есть в Штатах. Почему нет такого? У нас этого нет, потому что нет заинтересованных следствий. Потому что сейчас это определенная рулетка. Да, там, в моей практике были так называемые досудебные соглашения. Что к досудебной соглашению? Но они официальные или на уровне разговора? Официальные, нет, это официально. Досудебные соглашения, когда ты получаешь ниже низшего, плюс это особо порядок, когда приходишь в суд, и тебя одним днем все это рассматривают без исследований, доказательств. Но при этом досудебка предполагает, что ты, во-первых, полностью признаешь свою вину и даешь еще новые данные, новые доказательства по делам, по эпизодам ранее следствия неизвестных. То есть ты должен, в принципе, кого-то сдать. Но... И тогда ты получаешь... Обязательно ли сдавать для этого? Обязательно. Для досудебки обязательно сдать. Потому что я стал с подобным в Беларуси, и там просто следователю лень заниматься твоим делом, как бы ты в сознанке, да, он говорит, окей, ты признаешь вину, я тебе пишу, там есть 169, что ты якобы помог. То есть ты не сдал никого, но в то же время... Нет, у нас это называется отличающим обстоятельствам. Если мы говорим, чисто досудебки, досудебка, она требует именно назвать новую фамилию уже по другим каким-то преступным действиям, ранее неизвестных следствий. Вот что говорит, досудебка. Но досудебка может быть в любом, в любой момент не засилена прокуратурой, поскольку условия не выполнены. А выполнены условия, это уже определяет... Ну это субъективно уже, да, по большому счету? Поэтому гарантий нет. Но опять-таки, вот задача еще адвоката, потому что адвокат, он отчасти выступает неким таким коммуникатором. Коммуникатором между следственным, судом и обвиняем. И здесь важно, чтобы адвоката, потому что с одним адвокатом будут, одного адвоката просто пошлют и кинут, другого адвоката, да, не всякий следак захочет обмануть, потому что скажешь, слушай, мы работаем и по тем-то делам. Я тебе так скажу, мы работаем со СМИ. Если ты здесь нас кинешь, вот хотя бы в части, то потом никто к тебе близко не подойдет своим досудебками. Ты будешь вот все тянуть, нести до конца, расследовать, ковыряться. Это работает. То есть, опять-таки, адвокат все-таки должен иметь имя как среди своих подзащитных, так именно имя среди следствия. Конечно. Но не имя такое, о, это Вася, это наш друг Бан, мы тебя нальем. Это все-таки должен быть определенное и уважение, и адвокат должен представить для следствия тоже определенную угрозу. У нас на канале было видео с хакером, то есть, большое интервью. Приходилось ли вам защищать хакеров? Ну, мы сейчас сидим в большом процессе, это у нас порядка 14 человек, да, их обвиняют в том, что они занимаются вот такими вещами. А не хакеры или просто киберпреступники, там, кардеры, кто там ворует с кредитных карт и так далее? Или они все хакеры? А там, там нет, там были, там несколько групп, как бы их объединили в одно УПС, я думаю, что УПС мы сейчас снесем, это так называемая 210-я статья. Организованное преступное сообщество. Сейчас ее суют во все дела, вот как только там появляется там 3-4 человека. А раньше это реально группировкам давали, да? Вообще эта статья писалась под группировки, именно под преступные группировки. Как 90-й. Традиционные, классические. Мафия, гангстеры. мафия. Вот эту сейчас мафию пытаются навешивать на всех, для того, чтобы утяжелить обвинения, соответственно, растянуть все эти сроки и это гарантирует, что 210-е из... Часто она пытается в суде? Вот десятки. Ну, из вашей практики. Мы сносим, да, у нас получается. Нет, а вообще часто ли? Что вы видите процессы там, за которыми следите? Я не могу назвать статистику, но я думаю процентов 20-20-20-х они слетают. Да, они слетают. Поэтому здесь у нас проблема расследования подобных дел, они в основном расследуются именно на досудебках, то есть, когда человеку предлагают и он дает какие-то расклады, он признает вину. Но для этого все участники, да, группы должны признать вину или нет? все, не-не-не-не, достаточно там пару и одного ключевых, которые всех сдает и пишут всю схему. Но дела по киберпреступности, они расследуются очень тяжело, потому что следствие не готово к подобным делам. У нас нет такой специализации по киберпреступлениям. А чтобы понять, что это такое, это нужно просидеть там не один год в деле. Скажем так, у меня, вот мы этим делом занимаемся порядка трех лет, но лопаются... А что не сделали вообще? Лопаются, лопаются до сих пор сосуды, потому что от этого количества новой абсолютно терминологии, от этих всех схем, как это работает, все эти там реверсивные транзакции, я уже знаю там наизусть коды банкоматов, посттерминалов, чем отличаются. Коды ответов. Да. А что не сделали? Коды ответов, там был несколько схем. Там первое это так называемые там им меняют операцию отмены, когда... Сворвали деньги из банкоматов или что? Или с поддельными картами по магазинам? Первое, это black box так называемый, когда вставляют... Black box, когда вставляется в оборудование свое, такие терминальчики в банкомат, и банкомат уже дистанционно начинает выкидывать наличность или по введению определенного кода, Это нужно физический доступ к банкомату. И вторая схема, так называемая через отмен транзакций, когда, грубо говоря, там заводится на счет лоха 100 тысяч рублей, потом эти деньги снимаются с банкомата, идет... Ну, с его карты официальная, да? с его карты, потом идет отмена операции, банк не видит, что сняли деньги в этот период, но он видит, что шла отмена, пополняет... Возмещает ему баланс, отмечает сквозь счетов баланс и вот такой неиссякаемый карман. Кабольше можно было пополнить, если у него нет этих денег, например, просто закинуть ему. это все зависит еще от лимитов банкоматов, там были еще схемы через, через, когда перекидывали, виртуально перекидывали с рублевого счета на валютный и там вот такой же операции отмены, скидывая рука на руку и таким образом там саккумулировали, там саккумулировали под вывод порядка миллиарда. Миллиарда? Да, но они не успели начали раскидывать и в итоге, ну, то, что, скажем, нашего подзащитного обвиняют, там доказухи нет вообще никакой, большинству в отказе, но, тем не менее, пытаются продавить. Более того, вот сейчас следствие установило, что, представили в суде порядка 20 экспертиз. У нас заявлено к допросу более 15 экспертов, там специалисты на голову выше тех, которые расследовали это дело. У нас там нарушение во всем, потому что люди не готовы к этому. Ну, посмотрим, к какому финалу мы подойдем. Как удовлетворяют ли судей подобное ходатайство? А при общении, конечно, да. У нас, мы идем здесь достаточно ровно. Понимаете, что-то такое? Дело, я, конечно, уважаю людей, которые занимаются всеми делами. В смысле, своих коллег, адвокатов? Да. Ну, бывает талантливые ребята, когда приходят, говорят, у вас одно, мы возьмемся. Я, например, никогда не возьмусь за дела, связанные с ДТП, я не знаю специфику. Я по морально-этическим соображениям, по морально-этическим, я, опять-таки, не знаю специфику, никогда не возьмусь за дела, связанные с педофилией, с изнасилованием, с наркотиками. Ну, под наркотиками у меня было только одно дело, когда я защищал своего, там, товарища Костюка Столя. Это тот, который вор в закон? Вор, да, которому закинул 9 грамм героина по полному беспределу, при этом человек сам не употреблял наркотики, и мы доказали в суде, что ему оставили только хранение без цели, сбыта. Я говорю, ребят, как вы себе представляете? То есть, кто-то, кто-то носит кольца, кто-то носит часы, а кто-то носит, просто ему нравится, ему доставляет удовольствие в кармане 9 грамм героина, не употребляя, никому не передавая, такой фетиш, но все посмеялись, нам, конечно, удалось с того, что пытались там они накрутить, там уйти на 3,5 года, но это было просто как некое, мы уже понимаем, что это просто снимали с более тяжкостью. Снимали, им надо было закрыть там определенного вора в законе. Все. И, соответственно, мы вот этот минимум получили, но вот сейчас в ближайшее время... Ну, вообще, по сообщениям СМИ, я смотрю, часто увлекают, что все воры они с наркотиками ходят, это как раньше у них марафет этот был, то есть когда что-то... Ну, давай старые времена, то есть они все, ну, мне кажется, любого вора возьми, то есть 90% что у него будет наркотики. Вопрос такой, если человек потребляет, то да, но если он не покажет, то есть воровской ход, там этика, то есть... Уор не должен был употреблять наркотики, то есть раньше по понятиям. Это раньше, потому что там много было раньше по понятиям, но есть, есть такие, да, воры, которые травятся. Ну, соответственно, если у них что-то находит, возможно, это их, возможно, что-то досыпают, но воров по-другому-то... Все воры у нас сидят не за то, за что можно было или должны были быть, но за сам статус. А за сам статус. Проще всего, конечно, что-то закинуть. Это, наверное, мое единственное дело, где я вот защищал человека по наркотикам, но я был уверен, что это все подтвердилось, в невиновность. Что подкинуть? А что подкинуть, конечно. Бытует мнение, что в тюрьмах сидит почти полный невиновных. По моим наблюдениям, виновны около 95%. Другой вопрос, что вина у многих не доказана. Сколько невиновных из вашего опыта? По-вашему, здесь вопрос вещество философских, мировоззренческих, потому что, когда я... Нет, это понаблюдение. Понаблюдение, когда я заехал в тюрьму, да, мне было достаточно тяжело, потому что за что? Сколько вам лет тогда было? Я заехал в 2006, значит, мне было 25 лет. 25 лет. Я думаю, господи, за что вот этот смрад, за что все эти рожи, за что меня под плен бандитам посадили, за что вот там можно топор вешать в это облако дыма, дыма, да, вот эта влажность стопроцентная, вот эти опарыши, которые падали с потолка. Какие опарыши? Летом, когда ты лежишь летом, да, и стопроцентная влажность, там были такая категория камер, там особо таких не ломаемых туда засовывали, вот ты лежишь, у тебя вот эти опарыши, чары такие же. Так они в рыбе заводятся, к мясе там, откуда они на потолке? это разные опарыши, вот такие вот, они от влаги вот в этих дырках всех, они у тебя там падают, сначала это как-то жутко, потому что сразу у тебя все это выходит, и думаешь, господи, за что? За что? А потом ты начинаешь проводить некий анализ, ты понимаешь, что за те-то, те-то, те-то грехи. Грехи? Грехи, реально грехи, потому что человек верующий, он всегда поймет, за что ему наказание, и он всегда... А вы верующие? Да, и, ну, конечно, сильно. Ну, очень сложно, очень сложно в тюрьме, на войне и при смерти не стать верующим человеком. В тюрьме, на войне и при смерти. И при смерти, да, когда у тебя тяжелая болезнь, потому что это, это надежда, это спасение, и это вера, которая вообще делает тебя таким не сгибаемым, и все, все, все вокруг просто рушится по сравнению с верой. Но это другой момент. Так вот, и ты всегда найдешь, за что ты страдаешь. Ты потом скажешь, Господи, спасибо, что так, вот ты каешься за грехи, расплачиваешь за грехи. Именно таким образом. Не ДТП, не болезнью, не смертельной, да. Не смертельной болезнью, в легком варианте. Не с вами близкими, а в таком варианте. Это самый, что называется, такой мягкий, мягкий, щадящий вариант. Поэтому, наверное, каждого человека, вот так, перед Богом, перед людьми возьми, и всегда он скажет, что да, я знаю, за что я сижу, за то, за что я страдаю. Если же брать с точки зрения закона, то у нас в стране, к сожалению, сидят обычно не за то, не те, и не так. Потому что, те, которые что-то совершили, но они не заслуживают, чтобы их там мариновали в этих бетонных коробках. Это первый момент. Те, которые, те, которые действительно не совершали, или там вина не доказывали, то есть полностью невиновных. если мы берем с точки зрения закона, наверное, полностью невиновных, ну тоже, да, я согласен, это может быть там не больше 10%, не больше. И то, это люди, которые пострадали за то, что они отказались, вот тоже парадокс. Если ты, например, идешь на подлость, ты готов кого-то оговорить, тебе изменяют меру пресечения, все, ты ходишь на подписи, как говорящая голова. Если ты принципиально не хочешь оговаривать людей, кого ты любишь, знаешь, уважаешь, да, уважаешь, все, ты идешь вслед за ним в тюрьму и обреченный несколько лет существования в СИЗО. Даже если оправданно? Даже, даже если оправданно, отсидеть придется, все равно. Но опять-таки, все зависит от дел. Сколько вы берете как адвокат? Когда я к вам прихожу и говорю, Сергей, мне дом нужно построить. Вы говорите, какой? Ну, примерно, скажите, какой дом. Ну, полмиллиона по скромным. Я скажу так, берем много. Почему? Потому что в основном это дела связаны с предпринимательской деятельностью, связаны с рейдерскими захватами и, как следствие, именно, когда пытаются возбудиться, закрыть, посадить несгибаемому собственнику, который не хочет договариваться, все сдавать. И по таким делам работает те же хаки, работает целая команда. То есть, работают узкопрофильные специалисты, которые как раз наши коллеги. Не только как адвокаты, но и как юристы, как экономисты, которые вот именно трудоустроены там. То есть, это действительно, это как дом. То есть, должны быть монтажники, должны быть те, кто клеит обои. То есть, слаженная командная работа. Это слаженная командная работа. Но при этом, если ты, скажем, берешься как ответственное лицо, как адвокат основной, который этим делом занимается, ты должен в деталях, в тонкостях знать все те направления, и держать руку на пульсу по всем темам, которые происходят в рамках доказывания невиновности лица, которого ты защищаешь. И предпринимаются все возможные меры по изменению, по изменению мер посещения. поэтому для меня, скажем, но сейчас уже проще, а раньше, когда ты входишь в дело, это наука. Это десятки книг, монографии, это практика, это новая терминология, это привлечение действительно высококлассных специалистов, которые на тебя иногда на год, на полтора становятся новыми там учителями, которые тебя все это разжевывают, объясняют, как все это работают. И эксперты, и иногда просто нужны именно люди, которые знают, которые просто преподают, которые преподают определенную тематику. Например, по банк росту, это же тоже целая наука. Скажем, когда мы вот сейчас защищаем один Владимирский завод, то... От кого? Автоприбор. Ну, от рейдеров, банковских рейдеров, потому что сейчас вообще практика катком идет по России, так называемая залогово рейдерства, когда, например, завод на подъеме, на пике, а полностью обеспечен на несколько лет контрактами, нужно расширение производства, нужна оборотка, потому что промышленное предприятие без оборотки не может, оно задохнется. Но он уверен, что сейчас вот мы возьмем оборотку, потом деньги пойдут по контрактам, соответственно, мы закроем любой процент. Они приходят к банку, обычно это банки с госучастием, и говорят, нам нужно несколько... Какие там ВТБ, Сберс? ВТБ, Сбер, промсвязь, банк, РСХБ, промсвязь уже слетела, уже захлопнулся, я тоже этим занимаюсь. А те говорят, ну не вопрос, не вопрос, давайте, давайте, ну нам нужно в обеспечение в залог все активы, все акции и ваши личные поручительства, там, ваших, а еще лучше детей. То есть, они просто накрывают таким кабальным зонтиком собрешь кредит и должен предоставить залог активы, активы, причем активы недооцененные, потому что они говорят, у нас понижающий коэффициент 0,5, то есть, они за полцены под залог все это забирают. Но это мотивирует, что если что мы будем продавать, мы же по такой цене не продадим, да? Банк за дисконт. Да, само собой, дисконт. Дальше что происходит? Дальше, когда человеку там кидают копеечку, дальше с ним заключают доп.соглашение, по которому он не может, скажем, привлекать сторонние инвестиции от кого бы то ни было и также отвечать по своим обязательствам. Так а если он откажется подписывать доп.соглашение? А куда? Он уже все, он понимает, что у него кредитная линия уже открыта. Нет-ка его не было вначале. это уловка такая. Ему скажешь расторжение. Это же все, это все, все же переплетено. Это уже как бы цепь. Она просто игра уже, да? Затянули петлю, затянули петлю, а дальше сейчас самое интересное. Деньги не поступают на завод с задержками. На пол, на месяц, на два, на полгода. Ко сроки в итоге должны быть прописаны. Иди судись. А сколько ты еще будешь судиться? Пожалуйста, судить. В итоге наступает такая финансовая асфиксия предприятия. Предприятие начинает скатываться в банкротство, потому что простой линии это сумасшедшие штрафы. Невыполнение обязательств это тоже штрафы. Денег нет, чтобы покрывать уже по тем кредитам, которые были получены. Все, к нему приходят и говорят, отдай на предприятие. Кто? Кредиторы? Это обычно около банковской структуры, которые занимаются вот такими рейдерскими историями. Он говорит, отдай нам, дело не будет. Ты не сядешь, свободу, мы знаем, что твоя собственность не пострадает. Ты же везде поручитель, а так мы заберем все. И ты еще и сядешь. Он говорит, да пошли вы, сколько я вас, сколько таких меня пыталось переехать еще в 90-е. Он говорит, ну смотри, дальше уже десант Следственного комитета возбуждается одно за другим дело, потому что есть очень серьезная проблема вот по таким делам. Хозяйственная деятельность, вот скажем, подобными вещами изначально занимаются юристы. Будет они семь пядей во лбу, цивилисты, цивилисты, нет, вот даже не банковские, занимаются фирмы, завода, предприятия производственного. Хороший юрист. Хороший юрист он всегда видит только с точки зрения гражданской сделки. И он говорит, здесь все чисто, здесь нет, здесь не может быть состав. А состав уже есть. Почему? Потому что то, что с точки зрения, например, хозяйствующей деятельности, предпринимательской деятельности законно чисто, за уголовный закон это может и заворачивать, и трактовать абсолютно по-другому. Ну, то есть, кодексы разбалансированы получается. Гражданские одно говорят, там финансовые деятельности уголовные. И более того, у нас решения арбитражных судов, они не являются председательными для уголовного процесса. То есть, у нас вот эти все... То есть, уголовные главенствуют, правильно, если своими словами сказать? Ну, конечно. Нет, конечно. Вот здесь они ругаются, вот здесь это парадокс. И вот этот, все вот эти нестыковки цивилисты не знают. И, как правило, когда, собственно... Цивилисты? Цивилисты, те, кто специалист по гражданскому праву, арбитра, и когда очень часто, собственно, говорят, я кристально чист, у меня ничего нет, у меня все сделки на сливочном масле. И они говорят, то мы сейчас тебе напишем. Идет потом дальше эпизод за эпизодом. Как только... Именно уже в рамках уголовного производства. Да, дальше предприятие падает в банкротство, соответственно, от банков идут управляющие и тут же поднимают все сделки, которые начинают и оспаривать, и по ним еще идет возбуждение уголовного дела. И в итоге человек, который там не украл, не вывел ни копейки, что 100% целевой успешное предприятие до этих кредитов. До, да. И он... Ну, мы забираем своих, нам удается отбивать его, скажем, там, по порядку, пример, мы не несколько лет там держим оборону там по залу и успешно. Но иногда читаешь, когда предприятие стоимость там 3 миллиарда уходит за своим же людям банковым аффилированным с банком там за 100 миллионов. Так, какой для хозяйствующего субъекта выход? Не брать кредиты или брать в частных банках? Чтобы не столкнуться с подобным рейдерсом? Частные банки не дадут такие объемы. Они не дадут объемы. И кредит зачастую вот такой мощный кредит, они выдаются уже специалом на рейдерский захват. Они понимают, что будет так-то так-то это развиваться. Что делать? Ну, это, наверное, все-таки более жестко оценивать свои возможности раз, во-вторых, более жестко составлять соглашение, прописывать договор, потому что очень много таких подводных камней в любом кредитном соглашении. И потому что как только иногда собственнику вот появился шанс сейчас на эти миллиарды, ты задышишь. бизнесмен просто. Да, совершенно верно. Вот здесь должен быть просто критический подход. И к таким вещам надо привлекать еще адвокатов, криминалистов, которые работают в этой сфере. То есть на этапе подписания сделки кредитного соглашения с банком? Ну, желательно так. Ну, или уже привлекать, когда уже первые признаки проблемы начинаются. И, конечно, мы сейчас пытаемся такие кейсы объединить, мы сейчас пытаемся показать вообще рейдерскую составляющую таких дел, как они работают, как все это происходит, выявить лиц, которые занимаются масштабом страны такими вещами, ну, привлечь. И предать огласке. Да, предать огласке и самое главное обратить руководство страны на такой опыт, потому что выбиваются, вот так выщелкиваются основные налогоплательщики регионов. То есть, что такое обанкротить предприятие, забрать его? Ну, это лишится несколько дней. Это лишится несколько дней. рабочих мест. А бюджет региона именно наполнения? Это провокация социальной обостренности. И, соответственно, здесь налогооблагаемая база, она тоже теряется и теряется очень серьезно. Значит, позовите Навального и покажите особняки этих банкиров, которые стоят на страже госинтересов, якобы, да? К сожалению, этим уже никого не удивишь. что вы думаете о пытках в тюрьмах и зонах России? Почему это стало всплывать именно сейчас? Время вообще какое-то волчье. и мне непонятно другой момент, почему адвокаты, у каждого же, наверное, у большинства есть адвокаты, ну, многих адвокатов, которые защищали, которые ездят. И почему они молчат? Потому что вообще адвокатская профессия это не полное такое, это не коммерческое исполнение своих обязанностей. Если ты подписываешься за своего доверителя в защиту, ты должен уже рискуя своей жизнью, здоровьем, репутацией, ну, репутация в хорошем смысле, ты должен рвать за него глотку. И ты должен его вести от начала до конца, до того, как он выйдет, независимо откуда бы ты ни был, обеспечивая его безопасность, соблюдение его прав и комфортные условия нахождения в тюрьме. Ну, у нас в основном это имеется в виду, то есть, до осуждения, то есть, адвокат на этапе следствия, потом уже в зоне, там, ну, какой адвокат? Ну, как, все равно должен ездить, смотреть, все равно, хорошо, он позвонил, связался с близкими, с родными, те обратились, зачастую просто люди боятся связывать системы. Ты должен, адвокат должен системы воевать, если система направлена против твоего подзащитного и хочет его растоптать, раскатать, он должен воевать. Почему об этом стали говорить сейчас? То есть, что-то изменилось в стране или что? Или просто стало как-то больше средств связи, там, зона? Нет, я думаю, это никак не связано. Всегда же пытали. Ну, пытали, пытали всегда, я бы не сказал, все-таки, наверное, вот такого, таких массовых пыток на зоне нет. Ну, нет, есть, есть действительно вот просто беспредельная рожа, беспредельная администрация. Но есть эти зоны полностью беспредельные. Есть беспредельные, но все равно, понимаете, вся огласка сейчас можно придать на раз. Вот любое, вот любой адвокат, который работает с известной массовой информацией, он может просто только за счет этого обезопасить своего двигателя, потому что, ну, я понял. Потому что любой начальник, он понимает, что тронет твоего, и завтра станет звездой телеканала по газету. Да, это понятно. Будут проверки, будут оправдания, и в итоге его самого посадят. В этой вашей книге есть фраза «Сел в тюрьму, меняй жену». Вы женаты? Нет, я счастливо разведен. Но вы были в браке уже после тюрьмы? это уже после. Это был брак, брак был после тюрьмы, и не стой, девушкой, которая меня не дождалась. Да, не стой. Таня дождалась. Но это действительно ждать, ждать гораздо тяжелее, чем сидеть. И самое тяжелое в тюрьме, когда ты сидишь и не знаешь, дождутся ли тебя. И, конечно, когда тебя вдруг, там, ты понимаешь, что у тебя сегодня не дождались, у тебя там безумная сердечная, душевная боль, потом она утихает, и сидит спокойно, ровно, без переживаний, знаешь, что они. А многих из ваших подзащитных жены все-таки дожидаются? Жены, подруги? Ну, подруги, наверное, меньше, само собой, жены больше, многих. И, кстати, здесь еще вот задача адвоката, вот когда ты понимаешь, вот эту неровность, неровность отношений. Вот что, вот они, есть и такая эмоциональная перегрузка, есть эмоциональная усталость от тюрьмы. Вот ты должен еще убедить, там, невесту, девушку, жену, да, где, нет, вот, когда есть дети, когда есть, там, за плечами 10, 15, 20 лет брака, ну, там, понятно, там, проще. А вот когда вот ты понимаешь, что это молодая, такая радостная, вдруг начинается, ты должен ее убедить, что сейчас временно подожди, дура, все будет хорошо. Так а если не удастся оправдать ее ожидания? То есть, она верила своему, там, жениху, потом вам и так далее, ему дали, там, 10 лет. Что тогда? У нас такого не было. Вот у меня не, у меня нет ни одной распавшейся семьи, или распавшихся отношений, когда человек находился последствием. Ни одной истории. Все заканчивалось счастливым освобождением, радостью, детьми, дай бог всем народу. Это хорошо, потому что вы и скажете, а ему реально дадут десятку, и что тогда вообще делать? Понимаете, вопрос, вот, десятку не давали, я никому, десятку не давали, но я так скажу, что это же тоже эмоционально-психологическое восприятие. Женщик обрисовывается сейчас маловато. Можно и ждать и 20 лет вопрос мотивации, как ты это объяснишь, как ты преподнесешь. Люди могут делать, идти на самые безрассудные вещи, ждать, хотя даже иногда ждать не имеет смысла, но просто от правильно выстроенной картины мира. Это тоже задача, в том числе адвокат. поддержать, связать, чтобы это была такая неразрывная связь. Придать мотивацию. Но, мне кажется, надо честно просто объяснить, если ему там грозит 10, то вот так и да. Чтобы у него не было обманутых ожиданий. То есть, ему дадут 10, но она готова к этому, допустим. Она готова, и она сама решает. Мне кажется, самое главное в этом случае говорить правду. Нет, надо говорить всегда, принцип главный, что надо рассчитывать на худшее, надеяться на лучшее. Но надежда, она должна заполнять душу и все отношения, которые они есть с человеком, который сидит. Это вообще, это отдельная тема. Вот это любовная лирика, сопряженная с нахождением в тюрьме, это отдельная, это можно встретиться, поговорить, потому что конкурс. Конкурс. Что вы принесли нашим зрителям? Ну, если мы тему такую подняли, вот именно и тюрьма, и адвокатура, и какое-то любовное отношение, то, мне кажется, будет интересно, наверное, замурованное, потому что, да, вот и здесь книга и по суду присяжных, и по... Ну, это больше специализированное. Нет, все интересно читается, потому что, наверное, будет интересно и людям, которые занимаются и какие-то публичными вещами, выступлениями, которые учатся. это риторика, да? Это риторика, и внушения, и манипуляции, как этому противостоять, потому что самый... Ну, как и суд присяжных на науку убеждать, потому что суд присяжных на самом деле это в классическом виде, наверное, в самом чистом виде схватка характеров позиций, знаний и харизмы. И вот на примере суда присяжных на реальных делах вот описывается технология внушения. Это вот эта книга суд присяжных? И суд присяжных и науку убеждать, и формулу внушения. Потому что суд присяжных здесь вот науку убеждать, здесь, наверное, более там... Это там часть большая процессуальная, вот как... Что такое суд присяжных? Этапы прохождения. А здесь, наверное, вот больше вот именно связано с нейролингвистическим программой. Итак, друзья, вот эту книгу замурованной Ивана Миронова получит автор лучшего комментария под нашим видео. Так что не пишите все подряд, подумайте, а мы с Иваном тогда отберем лучший комментарий. И я лично отошлю вот эту книгу с автографом автора. Напишешь здесь, что ты напишешь. Автору лучшего комментария так и напишешь. Да, да, да. Хорошо. Вот ручка, потом напишешь. Окей. А нашему зрителю я могу посоветовать только одно. Не попадайтесь и не сдавайтесь. Если попались. А и вообще не сдавайтесь. А лучше вообще не попадайтесь. Блиц. Краткие вопросы, краткие ответы, почти не думая. Любимый писатель? Да, ну хорошо. Да, Пушкин. А книга? Евгений Енигин. Окей. Любимый фильм? Вабанк польский. А, отличный старый фильм. Хорошо. Какую музыку? Ну, наверное, джаз. Джаз. Больше классическое. Больше, да. Или под настроением? Не, под настроением. Вообще все по настроению. Можно и шансоны. А шансоны? И шансоны. И шансоны. И шансоны, наверное, хорошо заходит. Что ж шансоны? И круг иногда хорошо заходит. И бутырка иногда. Что ты бутырка? Воровайки еще. Ну, воровайки нет, но совсем перебор. Ну, бутырка, да. Человек, который, наверное, сидел, ну, как может там не слушать круг и бутырка. Там у бутыркистки слова все равно там перед иконою, да? Да. Кто как-то соединен тюрьмой, войной и льзоною. Все равно перед иконой. Хай-хай-хай. Хотя при этом и классическая опера, она, в принципе, тоже имеет место быть. Хорошо. Виски или водка? Самогон. Свой? Свой. Ну, сам гонишь. Ну, не сам гоню. Близкие, близкие, близкие гонщики. Ненаказуемо в России. Раньше, помню, сажали, наверное, сависковые. Скоро-скоро-скоро и начну. Скоро и за это начну сажать. Так что готовься. Это слухи или инсайдерская информация? Водку, водку не люблю. Виски, окей, хорошо. Какой отдых предпочитаешь? Пляжный или активный? Активный. У нас, за границей? Ты патриот вообще? Понимаете, отдых не... А где-где там-то, где ты отдыхаешь и на чем ездишь, не определяется патриотизмом. Это не определяет патриотизм. Кстати, а вас говорят... Если мы посмотрим СМИ, да, везде пишут и говорят, что вы националист. Каждый, мне кажется, для себя определяет это по-разному. Что такое националист? Вот в вашем понимании. Национализм – это любопись в своей нации. То есть, поэтому... Хорошо, почему про меня не говорят, что я националист, про вас говорят? То есть, почему именно так? То есть, вы любите свою нацию сильнее, чем я, получается? Не заслужили, значит. Значит, да. То есть, для вас националист – это именно тот, кто любопись в своей нации. Конечно. Хорошо, тогда можно любого патриота, по ходу, назвать. Патриот – это любопись в своей родине. Патриот – это любопись в своей родине. Это любовь, да. Патриот. Это любовь к своим там шести-десяти соткам, или там, двух гектарам, к березкам, к углю, к дровам, ко всему угодно. Это любовь к самогону. Вот, например, гармошка, лодка, Путин. Хорошо. А когда мы слышим об украинских националистах, то есть, люди наделяют, там, дикторы, там, на ТВ и так далее, наделяют это слово, там, самым худшим смыслом. То есть, почему-то… То есть, они кричат, о, украинские националисты, бандеровцы и так далее. Ну, сейчас разбирать эту галимую нашу бессовестную циничную пропаганду, которая стравливает два великих славянских народа лбами, превращая в таких в диких кровных, смертельных врагов, я вообще не хочу. Кто что называет, потому что представить еще хотя бы лет там десять назад, что мы схлестнемся в братоубийственной войне с украинцами, вообще было невозможно. Да, я тоже не представлял никогда. Я жил на Украине, в Беларуси, вот сейчас в Москве, то есть, как бы везде чувствую себя комфортно, везде среди своих, и там на русском языке говорят, а там и здесь. Об этом и речь. Философия или история? Чистая философия – это чушь. А вот философия без истории существовать не может. Как история без... Вот история без философии и философия без истории – это абсолютно мертворожденная вещь, потому что все-таки любая история, она философична. И философия – это осмысление исторических процессов. А без осмысления исторических процессов история превращается в набор пустых, никому не нужных фактов, которые можно поворачивать, интерпретировать как угодно. Хорошо. То есть, получается, что я о том, что история ничему не учит, да? Нет, история уже всему. Нет, не об этом. История учит, вот есть расхожее такое утверждение, история учит, что она ничему не учит. То есть, если мы посмотрим на происходящие в мире события, то все повторяется. Войны там и так далее. То есть, соответственно, что, если история ничему не учит, то вот вы только что сказали, что нужно осмысление, да? То есть, нужно добавить больше философии. Наверное, большинство студентов, которые заканчивают высшее учебное заведение, они скажут, что там ничему не учат. Там не учат. История не учат, математика не учат, ничего не учат. Надо еще уметь учиться, надо уметь делать выводы, надо извлекать информацию из того, что ты видишь, слышишь, то, что я преподносил. Философия – это некое… Это отношение твое к этому, да? Да, осмысление процессов и фактов. То есть, сама история, настоящая история, она уже несет в себе вот эту оценочную часть, но она должна быть объективной. Ну и не скажется, как сегодня это происходит. Жалеешь ли ты о чем-то в жизни? Да, жалею, то, что много времени потратил на пустых, никчемных людей. Вот это самое жалкое. Это было в юности, молодости? Это, к сожалению, периодически происходит и сейчас, потому что время – это самое дорогое, что у нас есть, и когда его отбираются те пустословы, балаболы, забирают время, которое ты мог потратить как на работу, так на творчество, так и на близкие те люди. Хороший ответ. В чем тогда смысл жизни? Вы говорите о время, оценить время. Смысл? Вообще надо жить так, чтобы никогда ни о чем не жалеть. Когда ты действительно реально ни о чем не жалеешь, чтобы каждый твой пройденный путь, опыт негативный, какие-то правильные вещи, которые совершал, они, было тебе за них не стыдно и не жалко, наверное, в этом смысл жизни. Мне кажется, она смертно модрая, когда умираешь. Вот если ни о чем не сожалеешь, то будешь умирать с улыбкой. Да, да, и когда, и при этом тебе должно быть радостно, радостно уйти в другой мир. То есть жить так, чтобы ни о чем не сожалеть перед смертью. Да. Совершенно верно. Вот это кожа мне не придержусь. Спасибо большое, Иван. Мне очень понравилось. Надеюсь, мы будем видеться и в дальнейшем, но только в рамках интервью каких-то дружеских посиделок, но не по уголовным делам. Надеюсь, что так оно и будет. Друзья, вот такой интересный человек сегодня был у нас в гостях. Если вам понравился выпуск, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну или дизлайки, если совсем не зашло. А также пишите в комментариях, кого еще вам хотелось бы видеть в ближайшее время. Все комментарии читаю, всем по возможности стараюсь отвечать. Субтитры сделал DimaTorzok